Наши новости в эфире. В студии Лена Михайловская. Добрый вечер. И герой Беларуси, летчик Никита Куканенко. Для юных воспитанников он пример безграничного мужества. Нынешний учебный год кадеты начали по новому адресу в историческом центре города, но принципы и ценности неизменны. О людях со знаком качества Олег Шапель. Вот та награда, которую вчера получили, это награда всего коллектива, и вас в том числе. Поддержать новую награду Полоцкого кадетского училища сегодня хотели многие, но первым прямо на сцене Дворца Республики был Арсений Супранович. Отличник в учебе, пример для многих, признается накануне, и у него дрожали руки и подкашивались ноги. Чувства переполняли от торжественности момента, а рукопожатие главнокомандующего, пожалуй, ценнее всех наград. Президент, он веселый, потому что он стоял на сцене, он иногда посмеялся, смотрел на нас, и даже всем руку пожимал. Он, когда мне руку пожимал, смотрел на меня таким веселым, одобрительным взглядом, и, пожалуй, очень было приятно. К такой высокой оценке их труда педагоги училища шли полтора десятка лет. Возрождать кадетское движение в Полоцке начали в 2006-м. Сначала несколько классов, затем для пары сотен учеников отвели отдельную школу. Появили свои традиции, присяга, выпускной на главной городской площади. Здесь учился и Никита Куканенко, будущий герой Белоруссии, который ценой своей жизни вместе с Андреем Ничепорчиком отвели самолет от жилых кварталов в Барановичах. Героя помнят, ему посвящена отдельная экспозиция. Пограничники, ОМОН, разведка так свое будущее видят и нынешние выпускники. Почему-то мне именно хочется пойти внутренние войска, как внутренний правопорядок. Потому что я считаю, что внешняя защита страны – это тоже важная задача, я не спорю. Но она проще тем, что ты видишь своего врага. А внутренняя защита страны – это тогда, когда вроде бы человек и друг тебе, но ты точно не можешь сказать. Он вроде бы и друг, а завтра он будет врагом. Поэтому это сложнее задача, но много интереснее. Здесь учатся по общеобразовательной программе. Есть и домашние задания, индивидуальные занятия. Вроде все как в школе, но все носят особую форму и с восьмого класса живут по уставу. К новому распорядку новички привыкают за одну четверть. И до выпускного напоминать про дисциплину на уроке учителям нет необходимости. Еще в рукаве такой козырь, как увольнительная. Среди воспитателей – бывшие офицеры и кадеты под круглосуточным присмотром. Когда в семье мама воспитывает мальчика, и нужна мужская рука, мужское воспитание – это отличный выход. И в основном, особенно мамы, вот такие нам очень благодарны. За воспитание, за воспитание, за учебу. Поэтому мама – классный руководитель, папа – офицер-воспитатель. Собственно, семья, военная семья у нас здесь. Уроки на свежем воздухе – это про них. Занятия по строевой подготовке дважды в день. Чиканиншак учатся и девушки. Так одни продолжают офицерскую династию, другие приходят после патриотических клубов. Третий за мечтой – служить Родине. И стартовой площадкой для всех стало именно кадетское училище. Проявить здесь можно себя во всем. В танцах, в пении, в строевом смотре, в учебе. Здесь более дружный и сплоченный коллектив. Здесь мы знаем почти всех, кто здесь учится. В школе мы так общались, там, компаниями разные. Чаще всего просто в классе, а не между классами. А здесь все друг друга знаем и помогаем. На самом деле, если тебе нравится, то ты к этому очень сильно быстро привыкаешь. Вот. И маршировка, строевые, постоянные построения. Распорядок дня тоже. В лице было легко. Каникулы здесь тоже проводят активно. За два года кадеты побывали в восьми поисковых экспедициях. Поднимали останки солдат Великой Отечественной войны. Нашли предметы, которые помогли установить имя бойца. Побывали на местах кровопролитных битв и сами прикоснулись к истории. Обнаруженные предметы теперь часть экспозиции училища. На самом деле, не сильно глубоко находились останки людей, вещи. Эта лопата была найдена на глубине двух-трех штыков. Мечта о военной службе здесь начинает сбываться уже с восьмого класса. Изучают оружие, учатся с ним обращаться. Для практических занятий – современный тир, где макет даже имитирует отдачу. Стрелять можно даже из гранатомета. Такое вовлечение в профессию помогает определиться с своим будущим задолго до выпускного. Я понимаю, что будет дальше. Я уже привыкла к этому. Тем более, мы сейчас учимся здесь. Последний год наш. Мы тоже уже привыкли к подъему, к режиму, к питанию. Чем мы будем заниматься. Я понимаю, что военную академию я буду делать. То же самое, только у меня еще будут другие, более сложные нагрузки. Я готова к всему. Этот учебный год коллектив начал на исторической локации. Пять лет продолжалась реконструкция комплекса зданий у стен знаменитого Софийского собора. В прошлом веке здесь уже располагались помещения кадетского училища. Потом была пауза почти в сто лет. И вот снова здесь звучит строевой шаг и раздаются военные команды. О преемственности поколений, традициях патриотических и духовных накануне говорил и президент, вручая лауреатам премию за духовное возрождение. Патриотизм и духовность – понятие неразделимое. Все лучшее, что есть в нашей жизни, начинается с любви к родным и близким, малой родине, своему Отечеству. Это то, что вдохновляет на служение поистине благородным целям. Своих героев прошлого и настоящего мы знаем, помним и чтим. Эти люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу. В них мы видим силу духа белорусов. И эту силу духа формируют с юных лет. В новейшей истории за плечами Полоцкого кадетского училища 12 выпусков. 90% кадетов дальше выбирают учебные заведения военного и правоохранительного блока. И во время учебы уже успевают получить первые награды. Запрышки с парашютом, отличную учебу, поисковую работу. В нашей республике огромное влияние уделяется патриотическому воспитанию. В целом патриотическому воспитанию, но и, конечно, воспитанию нашей молодежи. И вот то, что у нас создана система кадетского образования, а сегодня в республике 13 кадетских училищ, это является одним из показателей отношения к патриотическому воспитанию нашей молодежи. Награда – честь, но одновременно и вызов для коллектива повышать качество образования. Этот показатель важен не только в производственном образовании и воспитании достойных граждан, настоящих патриотов своей страны. И здесь действительно учатся защищать Родину лучше из лучших. Олег Шапель, Олег Гринов, Наши новости. Сегодня стало известно, что президент также отметил особые заслуги медиков и журналистов. За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны. Пять представителей СМИ отмечены благодарностями президента. Среди них и наши коллеги, директор дирекции информационного вещания ОНТ Андрей Мохар и заведующий отделом ведущих информационно-аналитических программ Екатерина Тишкевич. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в охрану здоровья населения отмечены три врача – городской клинической больницы скорой помощи и Республиканского клинического медцентра управ делами президента. О тех, кто на страже военной безопасности страны в Мозырском погранотряде, создана маневренная группа. Образование таких подразделений – это задача президента. У новой группы в составе погранотряда задача – прикрытие украинского участка. Пограничники на современных бронеавтомобилях могут оперативно прибыть на участки и при необходимости наносить огневое поражение нарушителям, диверсантам и незаконным вооруженным формированиям. Маневренная группа укомплектована на 100% личным составом. На вооружение поступили новейшие образцы вооружения военной специальной техники. Созданы комфортные условия для проживания. Личный состав маневренной группы проходит обучение по усовершенствованной программе боевой подготовки. Бойцы подразделения готовы к выполнению задач по предназначению, по усилению охраны государственной границы, а также является надежным резервом начальника Мозырского пограничного отряда. Геополитическая обстановка складывается сегодня, наверное, наиболее сложная. И не только вокруг нашей страны, но и в целом в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Украина – живой пример этому. И Украина вообще стала разменной монетой у коллективного Запада сегодня. То, что сегодня происходит на территории Украины, конечно же, вызывает тревогу, опасения. Конечно, все это заставляет нас предпринимать соответствующие меры. И в каждом пограничном отряде, пограничной группе у нас будут иметься на вооружении вот эти пограничные маневренные группы, которые будут обладать более повышенными маневренными возможностями, более повышенными огневыми возможностями для решения внезапно возникающих задач. В ответственности подразделения – 370 километров, где надо сохранять пограничную безопасность. Маневренные группы были и раньше в погранвойсках КГБ СССР. Сейчас с их появлением уровень безопасности рубежей возрастет. Ситуацию прокомментировали в МИДе нашей страны. Минск выступает за принципы неукоснительного соблюдения законностей и правопорядка. Выражаем твердую поддержку правительства Республики Эквадор в восстановлении конституционного порядка в своей стране и поддерживаем легальные усилия государственной власти, направленные на скорейшее преодоление сложившейся критической ситуации и восстановление мира и спокойствия как на эквадорских улицах, так и в эквадорском обществе в целом. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Эквадор, а тем, кто уже там, следовать рекомендациям местных властей. Ближайшая белорусская депмиссия в Колумбии. На экранах телефон для связи. Тель-Авив приказал армии подготовиться к расширению боевых действий с Ливаном, сообщают израильские СМИ. Из-за эскалации на северной границе Минздрав поручил в короткие сроки подготовить больницы к приему тысяч раненых. Параллельно Цахал готовится к новой фазе операции в секторе газа. Планируется, что количество авиаударов сократится. Боевые действия из широкомасштабных перейдут в локальное, как на севере Анклава. А вот на юге по-прежнему крайне неспокойно. В Хан-Юнисе израильские десантники заявили, что обнаружили представителей Хамас в одном из домов. В ход пошли беспилотники и танки. Медики и пациенты покидают больницы газы. Накануне в Израиле прошли переговоры премьера Нетаньяху и госсекретаря США. Блинкин заявил о необходимости создания палестинского государства. Прозрел или понимает, что конфликт лишает нынешнюю правящую верхушку поддержки в американском обществе? Каждый партнер, которого я встретил в этой поездке, сказал, что они готовы поддержать долгосрочное решение, которое положит конец длительному циклу насилия и обеспечит безопасность Израиля. Но они подчеркнули, что это может быть достигнуто только посредством регионального подхода, который включает путь к созданию палестинского государства. Израиль должен быть партнером палестинских лидеров, которые готовы вести свой народ к жизни бок о бок в мире с Израилем и в качестве соседей. И Израиль должен прекратить предпринимать шаги, которые подрывают способность палестинцев эффективно управлять собой. Байден, ты лжец. Так пропалестинские активисты встретили президента США в аэропорту Даллас-Лавфилд. Прилетел сюда Байден впервые с момента вступления в должность. Люди требуют прекращения огня в газе. Полиция арестовала 13 человек. И Шольца на родине щедро осыпают эпитетами. Ливерная колбаса. Да и покрепче есть слова. Аналитики убеждены, он давно не может контролировать ситуацию в Германии. Соединенные Штаты заинтересованы в расколе Европы. Для этого все средства хороши. И война на Украине, и усиление Польши. О мотивах и целях говорили гости программы объективно на ОНТ. Для Польши действительно ситуация очень сложная. Украина, мы об этом видим и говорим, она теряет свою привлекательность, потому что истощаются ее ресурсы. А Польша как раз та страна, вот при той комбинации, которая я сказала, и ресурсной базе, она как раз может встать на замену для того, чтобы продолжить. Я думаю, что они запредельной гордыней у польских политиков, что они понимают, что когда их отработают точно так же, как Украину, они превратятся точно в такой же полигон. К сожалению, это было уже не однажды. Ведь польская история, она как раз именно с этим и связана. Почему не очень? Абсолютно, да. Никогда американцы не хотели сильной Европы. Ослабить СССР, развалить СССР прекрасно, но вот союз Германии и России, сильная Европа после этого, для них это был страшный сон. Как это было разрушить? Значит, на Германию ставку делать? Нет. Германия в то время, если вспомните, после развала СССР, еще и 2000-е годы проводила политику, направленную на союз с Россией. Несмотря на давление американцев и газопроводы, которые строились, и экономические отношения, более того, Германия была локомотивом Европейского Союза. От нее зависело будущее, в том числе, тех стран, которые вступали в Европейский Союз. Сделана бы ставка на кого? На Польшу. Почему? Две причины. Польша экономически несамостоятельна, несостоятельна без американской помощи, без Германии. Это сказка. То есть легко поднимать вот эти амбиции у страны, которая не может сама себя обеспечить. Рождественская сказка и самые теплые воспоминания для маленьких и добрых сердец. Детей из ЛНР проводили домой после отдыха в Могилевском районе. Программу оздоровления в санатории прошли 35 юных жителей города Антрацит. Все они воспитанники детского дома. Многие из них впервые покинули прифронтовую зону. В Беларуси не только лечили, но и развлекали. Здесь ребята встретили Новый год и Рождество. Посетили праздничные поздравления и концерты. По пути домой юные гости сделали остановку в Гомеле. Программа завершилась большой экскурсией по местной епархии. Детей ждали подарки. Очень хорошо. Нас весь день куда-то возят. Не хочется отсюда уезжать. Тихо, спокойно. Мы ходили на елку. Еще подарки нам давали. Рюкзаки. Я хочу еще сюда приехать и никогда не уезжать. Встречали очень тепло. Просто очень много внимания было. Внимание только нам и уделяли. А Беларусь очень понравилась. Очень хорошая страна. Прям впечатлила. Удалось еще даже и полюбить. И так полюбить, как вроде бы это наша родная страна. Дети уезжают с самыми яркими, с самыми светлыми впечатлениями, с сознаниями и с любовью в душе. И они окутаны были этой любовью здесь. Здесь очень много маленьких деток, которые, по сути дела, в другой жизни не видели. То есть они родились уже тогда, когда было очень неспокойно на их родине. Поэтому для них очень многие вещи, наверное, в нове. Совсем новые. Каких-то вещей они совсем не знают. То, что для нас, может быть, для наших деток такого же возраста уже очень привычно. Отпускаем. Немножко волнуемся. Но надеемся, что еще приедут к нам в гости. Из Гомеля ребята отправились в Ростов-на-Дону. Там их ждет пересадка на транспорт до Луганска. Беларусь продолжит принимать на реабилитацию детей Донбасса. Инициатор оздоровительного проекта – благотворительный фонд Алексей Талая. За два года в нашей стране отдохнули более трех тысяч школьников из зоны военного конфликта. Подарить тепло и заботу от всей души. Добрые слова, максимум поддержки и помощи в Доме-интернате для ветеранов войны и труда «Светанок» под Минском. Здесь живут 64 человека. Средний возраст – 82 года. Но это совсем не мешает им вести активный в силу своих возможностей образ жизни. Есть даже мастерская, где своими руками создают самое настоящее произведение искусства. Каждый выбирает занятия по душе. Вообще, предполагаю, что будет такая серия «Дети нашел сбора». Я уже здесь 7 лет. Здесь как дома. Уход хороший. Все очень хорошо. За нами смотрят. Все, чистота везде, все. И сегодня здесь настоящий праздник. Концерт подарил море улыбок и атмосферу настоящего чуда. В беде им так важно наше внимание. Их детство было опалено войной. Они пережили страшные годы послевоенные. Они восстанавливали нашу страну из разрухи, из руин. Развалился Советский Союз. Они создавали своим трудом нашу сверенную, независимую Беларусь. Поэтому низкие поклоны им, слова признательности и благодарности за все, что они сделали для нашей страны. И мне кажется, многих жизнь, их жизнь может служить примером для нашей молодежи. Акция от всей души не сбавляет обороты. Поздравления, подарки и, конечно, самые теплые слова радуют представителей старшего поколения до 15 января. Политические силы активно готовятся к единому дню голосования. В Минске 16-й съезд Республиканской партии труда и справедливости. Собрались активисты со всех регионов, в том числе и нынешние депутаты. Определились с кандидатами на предстоящих выборах. Выдвинули своих представителей в избиркомы, в качестве наблюдателей. Сегодня политическое объединение активно работает с населением. Партия старейшая в Беларуси. В прошлом году отметила 30-летний юбилей. В рядах более 7 тысяч человек. Главные принципы – труд, справедливость, ответственность. Мы выдвинули кандидатами в палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва 21-го человека. Представлены абсолютно все регионы и город Минск. Выдвинули во всех районных отделениях кандидатов в депутаты в местные органы власти. Мы уверены, что популярность партии в простой и особенной среде будет расти. И мы будем прирастать новыми членами. И все они будут работать на благо белорусского государства. Выдвижение кандидатов в депутаты до 15 января. В политической гонке как партии и трудовые коллективы, так и граждане. Предвыборная агитация стартует в последний день месяца. Жилье, комфортная среда, дороги. В год качества особенно важно работать на результат. В Могилеве подвели итоги развития региона за 23-й. Обозначили приоритеты и на этот год. На встрече актива области был и глава администрации президента Игорь Сергеенко. Депутаты и строители, медики, руководители предприятий и общественность. На откровенный разговор собрались представители разных сфер. 330 тысяч квадратных метров. Регион выполнил план по строительству жилья, в том числе арендного. Отремонтировали и построили дороги и мосты. Улучшать инфраструктуру будут и в 2024. Удвоились и задачи по объемам, и сумма поддержки из республиканского бюджета. Семь районных клиник ждет модернизация. В некоторых она уже началась. Инвестиции государства и в сельское хозяйство. 200 миллионов рублей на возведение 10 молочно-товарных комплексов. Обеспечены бытовые условия, современные технологии и специалисты. Все для работы на результат есть. Не приводя даже цифр, видно, что по некоторым направлениям финансирование было увеличено в разы. И точно такая же направленность сохранится в 2024 году. И вот то, о чем сегодня и говорилось, нужно более активно, на конкретных примерах, говорить и показывать сегодня населению, нашим людям. Эту работу нужно проводить всегда. И, конечно же, внимательно относиться к тем вопросам, к проблемным, которые сегодня ставит перед нами население. По инициативе главы государства этот год объявлен годом качества. Качество, в широком смысле слова, качество нашей жизни, качество производства и качество всех проводимых мероприятий, в том числе и общественно-политических. Чтобы они были интересны, актуальны, имели конкретную направленность и результаты. Спасибо государству, президенту нашей страны, правительству. Были выделены ресурсы по многим направлениям. Мы их освоили, и то, что было обещано людям, сделано. Сегодня мы обозначили многие направления, где у нас получается, где не совсем. Но самое главное, наверное, то, что мы видим наши проблемы, и мы знаем, как их решать. Говорили и об электоральной кампании. Внимание не только организации, участкам комиссии агитации, но и вовлечению людей в этот важный процесс. Развитие Витебщины, работа в команде и повышение качества жизни людей. Такие задачи ставит перед собой новый помощник президента, инспектор по Витебской области. Сегодня Сергея Левковича представили активу северного региона. Первый замглавы администрации президента Максим Рыженков отметил его высокий профессионализм и деловые качества. Подчеркнул, помощник главы государства – это человек, который должен содействовать реализации перспективных проектов, которые обеспечивают рост экономики Витебской области, благосостояние жителей, улучшение социальной сферы. Сергей Левкович намерен в ближайшее время встретиться с кадрами, определить сильные и слабые стороны, выявить потенциал регионам, на которые нужно делать ставку. Ключевой ролью своей работы, своей сегодняшней должности – это я вижу развитие региона, содействие, всяческое содействие, возможно, с учетом моего опыта, с учетом моих знаний. Ключевой, конечно же, вопрос – это кадры. И кадры – самое главное и самое ценное – это профессионализм, порядочность и ответственность кадров. Люди нас оценивают по качеству жизни. Это и заработная плата, и состояние социальной сферы, и условия труда, которые играют огромную роль сегодня. И каждый руководитель на любой должности, будь то среднего звена, высшего звена, скажем так, должен быть озабочен именно этим направлением. Помощник президента говорил и о предстоящей избирательной кампании. По его словам, в этот период власть сдает настоящий экзамен, а люди оценивают своими голосами. Необычная отрасль животноводства. Разводить коз в промышленных масштабах – такую цель могилевское племенное предприятие поставило себе три года назад. Начинали с малого, а сегодня это единственная государственная ферма в стране с поголовьем более полутысячи высокопродуктивных животных. Кроме племенного молодняка, прибыль получают и от молока. Ирина Недобоева увидела, как налажен процесс. Первыми 150 животными стали козы альпийской и заанинской пород, продуктивные, с австрийским происхождением. Сегодня в помещениях уже более 500 голов. Почти половина – собственное молодое пополнение. За питанием и здоровьем животных следит заведующий фермой. Козы сами по себе не привередливые. Им только надо сухую подстилку, свежие корма, человеческая забота. Комбикорм для наших животных разрабатывался по специальной рецептуре, чтобы козы давали больше молока, более хорошего качества. Они для этого должны получать весь комплекс жиров, белков и углеводов. Сено и силос заготовились собственных лугов. К этой зиме запасли около 200 тонн. Племенные козы в промышленных масштабах для могилевщины экзотика. Занялись благодаря госпрограмме «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. 500 тысяч рублей на закупку поголовья выделил госбюджет. В два с половиной раза больше предприятие вложило в реконструкцию помещений. Уже за этот период времени мы набыли какой-то опыт. И продуктивность, конечно, начинает уже расти. Но основная цель наша – именно тот генетический материал, который будем выращивать и распространять не только по Республике Беларусь, а и за пределы Республики. Ставка на прибыль еще и по молоку. Не менее 3,5% жирности. Качество на ежедневном контроле местной лаборатории. В сутки получают более 200 литров. Такие объемы капля в море от запланированного по мере увеличения поголовья вырастут и на дои, минимум втрое. А идея у руководства амбициозная. Мы планируем производить порядка тонны молока в день. Когда мы выйдем на свои производственные мощности, то есть это 500 голов доиных, мы сможем закрывать с молока, с козьего и заработную плату, и затраты на электроэнергию. И еще у нас будет как дополнительный заработок продажи племенных животных. Продукт полезный и гипоаллергенный. Спрос на здоровое питание растет. Заказы на козье молоко уже поступают от переработчиков в числе покупателей и госпредприятия, и частный бизнес. На Шкловском маслодельном заводе, к примеру, не просто оценили, готовы закупать больше. Еженедельно мы закупаем в Могилевской госплемпредприятии 1200 литров молока. Сырье разливается в пэт-бутылки объемом 0,9 литра. Изготовленная нами продукция отправляется на полки магазина Могилевской области города Минска, а также реализуется в Российскую Федерацию. По мере увеличения надоев, кроме выпуска молока, переработчики займутся сырами, йогуртами, творогом и даже мороженым из полезного сырья. Племенное козоводство, отрасль перспективная. При выходе на запланированной мощности породистыми животными Могилевское предприятие точно сможет обеспечить страну. А в будущем здесь планируют открытие селекционный центр с учебным классом для молодых специалистов. Ирина Недобоева, Владимир Недобоев, Наши новости, Могилевская область. Качество строительства на контроле. Минск-Волд – знаковый объект, который изменил облик столицы. Сюда приехали тысячи семей. Застройщик комплекса следит за тем, чтобы все ожидания от современного комплекса оправдались у жителей. Поэтому контроль за подрядными строительными организациями ужесточили. У новоселов появились новые каналы связи с компанией, чтобы получать оперативные отзывы и возможные жалобы. Качество на первом месте. Минск-Волд – крупнейший строительный проект. Возволят быстро и много. Только в 2023 году в эксплуатацию сдано более 7600 квартир. У стольких семей появилось свое жилье. Вопросы качества строительства у застройщика в приоритете. На совещании со всеми подрядчиками и поставщиками обсудили новые условия. Те, кто не устраняет замечания клиентов, в комплексе работать не будут. Мы провели реорганизацию наших подразделений, отвечающих за устранение недостатков. Усилили нашу службу гарантийного ремонта. Ко всем подрядчикам предоставлены требования о повышении качества выполняемых работ и об усилении их ответственности за несвоевременное устранение этих замечаний. Ответственность вплоть до расторжения договоров. Анализ обращений жителей показал, что больше всего нареканий на стеклопакеты, а именно сколы и брак в установке. 9 из 9 жалоб на это. В общем, объеме. И их немного, так как только в прошлом году в Минск Уоррлд установили 150 тысяч стеклопакетов. Для усиления работы отдела гарантийного ремонта и улучшения качества всех замечаний по устранению у нас продлен у инженеров и у рабочих рабочий день до 9 часов вечера и 6-дневной рабочей недели включена. То есть нам позволяет это в большем уже количестве замечаний эти закрывать. Также на вновь в водимых домах, когда дольщики принимают свои объекты, они записывают замечания в бланке по заявлениям по гарантийному ремонту. Сейчас мы немножко усовершенствовали нашу работу. Теперь каждому дольщику после заявления написанного будет приходить смс с уведомлением о том, что заявка принята в работу. Предпринимаются и другие меры. Создан контакт-центр. В каждом новом доме чат застройщикам, чтобы все вопросы решать оперативно. Из 110 замечаний, которые поступили в администрацию района, 90 уже решены и исправлены. Теперь обратная связь с заявителями занимает не более двух суток. В каждой из жалоб разбираются. Подтверждаются не все. Речь о потребительском экстремизме. Но когда ситуация объективна, меры предпринимают оперативно. Касается и сроков строительства. Идут переговоры о поставках в комплекс современных лифтов из новой линейки белорусского производителя, который по ряду параметров превосходит иностранных конкурентов. На АМИ было создано целое подразделение по гарантийному ремонту. И на сегодняшний день мы, получая рекламации, замечания и заявления от граждан, отреагировали очень активно. Значит, пересмотрели полностью всю структуру, усилили ее на сегодняшний день отделом качества, то есть объединили это в единую систему. Четко и регламентированно ведется учет всех обращений граждан, как бы они ни обращались. Это могут быть электронные обращения, письменные обращения, обращения в книгу жалоб. По короткому номеру, по 115. Минск World активно строится, как жилье, так и коммерческие, и общественные помещения, международный финансовый центр и торговый центр «Авиамол». Один из его входов будет интегрирован с новой станцией метро «Аэродромная». Открытие скоро. Концепция 15-минутного города — это не только доступность инфраструктуры, но и качество всех услуг. Алексей Кряквин, Тимофей Беляев, ОНТ. Белорусские предприятия продолжают удачно встраиваться в экспозицию международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Наш павильон — это место притяжения для тех, кто хочет поближе познакомиться с достижениями Беларуси. Вся сувенирная продукция, например, представлена фабриками объединения «Белхудожпромыслы» управделами президента. От серийных изделий до штучных образцов традиционных белорусских промыслов. Художественное плетение, резьба, роспись. Продукция наших ремесленников, как визитная карточка страны. Самобытность оформления, натуральные материалы, знакомые образы и символы. Подарок с национальным колоритом можно выбрать в самом центре Москвы. Фабрики объединения предлагают продукцию на любой вкус и кошелек от изысканных образцов народного искусства до недорогих сувениров. Абсолютно в каждой вещи неповторимая красота и щедрость белорусской земли, ее история и бесценная традиция. И спрос, который уже хорошо заметен, всегда рождает предложение. Это очень привлекает туристов, которые приезжают в Москву и обязательно посещают белорусский павильон. Все уходят очень довольны. Что-то покупают у нас, но многие говорят о том, что следующая их поездка будет обязательно в Беларусь. Посетят заводы, фабрики их, чтобы увидеть, как это производство действует. Совсем скоро часть изделий объединения «Белхудожпромыслы» станут украшением белорусской хаты. Ее готовят к открытию в нашем павильоне на ВДНХ. Прикоснуться к творческому наследию ремесленников россияне смогут и после окончания работы масштабной выставки. Торговые точки с белорусским национальным колоритом будут постоянно работать в Москве. Все о погоде знает Анастасия Кириллова. Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер. В ближайшие дни ожидаются температурные качели и перепады атмосферного давления. На смену оттепели уже завтра. Во второй половине дня придет новое арктическое вторжение. Вернутся морозы. Завтра погодные условия определяют атмосферные фронты с севера Европы. В результате теплые и влажные воздушные массы днем сменятся на холодные. Температура воздуха начнет понижаться, усилится ветер. На дорогах и тротуарах будет очень скользко. Итак, в четверг облачно с прояснениями. Во многих районах снег, мокрый снег и дождь. Ночью местами, а днем на большей части страны, на дорогах гололедится. Влажный до 100%. Ветер северо-западный, северный порывистый. Днем временами сильный порывистый. Ожидается метель. Атмосферное давление ночью утром будет падать, а днем расти. Утром температура воздуха от нуля по северной половине до минус четырех по юго-западу. В результате повышенной влажности и ветреной погоды будет казаться, что на улице холоднее. Днем столбики термометров на отметках от плюс одного до минус двух. К вечеру в диапазоне от нуля в Бресте до восьми мороза в Витебске. В пятницу погоду будут определять неустойчивые холодные воздушные массы с северных широт. Днем по западу скажется влияние атмосферного фронта с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный снег. Днем по западу мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер ночью с северной порывистый и днем неустойчиво умеренный. Температура воздуха ночью минус девять-четырнадцать. При прояснениях до семнадцати мороза. Днем от минус четырех в западных районах до двенадцати восточных. И в субботу сохранится холодная погода. В воскресенье температура воздуха вновь начнет повышаться. И у меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде и не только вы можете найти в нашем телеграм-канале. Рябов ответит, подписывайтесь.